Здравствуйте, друзья! Как обычно, в это время в программе «Вдоль» мы рассказываем вам историю удивительных женщин. Женщин, которые занимаются бизнесом, которые вертят миром, вертят мужчинами, которые решают проблемы, как мистер Волф в криминальном чтиве. И при этом остаются женщинами, матерями, женами, женственными, прекрасными, удивительными, мечтающими и прочее-прочее. Поэтому прошу любить и жаловать. Сегодня у нас в гостях генеральный менеджер компании «Семь вершин», бизнесвумен и альпинистка Людмила Коробешко. Здравствуйте, Люда! Здравствуйте, Люда! Наш московский телефон 65 10 99 6. Сразу говорю вам все наши координаты. Если захотите как-то с нами пообщаться, смело заходите на сайт finam.fm, на страничку программы «Вдоль» и задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. Я думаю, что сегодня мы вам дадим пищу для удивления и размышления. Скажите, пожалуйста, что из себя представляет компания «Семь вершин»? Компания «Семь вершин» или точнее клуб «Семь вершин» по форме – это туристическая компания. Но это достаточно необычная туристическая компания, потому что мы предлагаем исключительно альпинизм. То есть это походы, это восхождение, это экспедиции, причем во все уголки земного шара. У вас есть любимое место? Любимая гора. Есть, хотя, наверное, может быть, это все-таки не одна гора, но в первую очередь, когда задают такой вопрос, то мне вспоминается Аляска. То есть у меня достаточно много разных, скажем так, происшествий связано с этим местом. Я там неоднократно бывала. Наверное, это Аляска и, соответственно, гора Макинли, высочайшая точка Северной Америки. В этой компании это семейный бизнес, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. То есть владельцами являются в данном случае мой муж, Абрамов Александр, и я. Сколько человек в год вы можете отвезти на разные вершины мира? Ну, я бы так сказала, что последние несколько лет, наверное, в год это около тысячи человек. Это очень много, мне кажется. Да, это, ну, то есть у нас бизнес потихоньку расширяется, и можно сказать, что интерес к этому виду туризма. Да, вот спорта, даже больше к этому виду отдыха, активного отдыха, как сейчас говорят, растет, это видно. А компания молодая? В принципе, да, официальный день рождения это сентябрь 2008 года. До этого вы не занимались, собственно, бизнес? Знаете, мы до этого занимались, но, скажем так, мы какое-то время работали в той же сфере, но мы были наемными работниками. И через какое-то время мы поняли, что, ну, наверное, в большей степени это понял мой муж, он более такой в чем-то рисковый человек, более самостоятельный. Он решил, что у нас как бы достаточно опыта, знаний, умений для того, чтобы самим попробовать организовать свой именно бизнес. Ну, на самом деле, наверное, вот вы являетесь собой тот счастливый случай, когда гений места решает многое. Вы родились и выросли в Пятигорске, и, наверное, когда ты все время видишь эту красоту, видишь Эльбрус из какого-нибудь окошка, то желание ходить в горы само собой рождается. Вы с детства занимались этим горным туризмом, правильно я понимаю? Ну, для меня это, в принципе, действительно практически так и было, как вы описали, потому что, да, я родилась в Пятигорске, и, наверное, все-таки большую часть жизни прожила там, и школу, институт там закончила, и начала увлекаться горами немножко в школе в детстве, и благодаря маме в том числе, которая старалась нас с братом как-то приучить к какому-то такому активному образу жизни, в какие-то походы мы ходили с ней, с ее сослуживцами. А папа не сопротивлялся? Ну, у нас так получилось, что папы не было, поэтому никто не сопротивлялся, и маме никто не мешал. Хотя иногда на нее действительно смотрели косо, что она с детьми делает, почему она там куда-то их водит, то на скалы, то в какие-то походы, не слишком ли это. То есть повезло, что и в школе в какой-то момент появилась, правда, не альпинистский клуб или альпинистская секция, но секция туризма, это действительно достаточно близкие виды спорта. Ну, спортивное ориентирование в горах тоже не помешает. Да, то есть я немного занималась спортивным ориентированием, туризмом, и когда пришла уже в институт, ну, сейчас это стал университет лингвистический Пятигорский, то мне тоже повезло, что на тот момент там был альп-клуб. И тоже очень повезло, что был энтузиаст этого дела Александр Гребенюк, потому что это было самое начало 90-х, ни финансирования, ничего не было, то есть все выживали, и только благодаря его энтузиазму и желанию, он всегда говорил, что, ну, лучше пусть вот в горы ходят, чем-то таким занимаются, чем... Чем дурью маются. Да, да, совершенно верно. Я вот помню, я ходила как раз в конце 80-х на свой единственный, на значок альпинист СССР, тоже занималась скалолазанием, и я помню вот это вот, там тогда уже на Кавказе было достаточно много иностранцев, Кавказ был популярен, туда ездили люди покорять вершины, там заниматься скалолазанием. Я помню, как мы из альпинистского лагеря идем отрядом, вот эта длинная такая унылая зеленая гусеница, потому что, ну, своего снаряжения почти ни у кого не было, там галоши с магнезией, там эти зеленые жуткие рюкзаки-колобки, зеленый брезентовое все, и какие-то красавцы, я уже не помню, по-моему, Югославы они были, в скальных туфлях, в каких-то ярких этих трико, там ля-ля-ля, ползают по скалам, видят нас, начинают над нами ржать. Ну, понятно, что в 90-е, ну, наверное, в начале 90-х тоже особо снаряжения никакого не было, палатки были какие-то, наверняка, всякие серебрянки, или уже, ну, в Пятигорске культура была более продвинутая, и было с чем в горы ходить? Да нет, конечно, не было, то есть, мне кажется, это как раз был тот самый спад, то есть где-то что-то находили, действительно, и в те моменты еще что-то там сшили, и вот тут, ну, еще что, хорошо, что наш тренер, у него что-то, так сказать, оставалось от предыдущих поколений, и он как-то это старался собирать, и передавать там другим, там, в аренду, попользоваться, потому что, конечно, не было никакой возможности покупать новое снаряжение, его действительно было крайне мало, практически не было, и вот, конечно, действительно, в те годы сразу можно было отличить, это там российский турист, или это иностранец. Вот, кстати, сейчас такого нет, в последние годы эта грань стерлась, а тогда это однозначно. Да, ну, я вот, почему я об этом говорю, что, ну, наверное, это ведь уже было то время, когда мы потихоньку начинали получать какую-то информацию о западной культуре и образе жизни, да, и хотелось смотреть куда-то туда, прорубать окно в Европу, не заниматься мучительно альпинизмом в отсутствии снаряжения, когда ничего нету, то, в общем, это чисто голый энтузиазм, откуда вот он в вас брался, это тоже мамина была закалка? Ну, в чем-то, мамина, в чем-то, конечно, это коллектив, который попал. Еще раз скажу, это непосредственно личность самого тренера, и вот людей, действительно, на самом деле, как бы я пережила там, так сказать, несколько коллективов в этом клубе, и вот в какой-то момент действительно собрался коллектив где-то уже к середине 90-х единомышленников. Нам просто было очень интересно друг с другом, и хотя не было каких-то средств, но вот поддерживая друг друга, мы старались, и какие-то горы посложнее ходить, не оставаясь на одном уровне, и скалолазы, это немножко другая, как бы ветвь, ну, понятно, близкая, развивать тоже сначала в галошах лазили, потом потихоньку стали выяснять, куда там из Ростова можно привезти, откуда там еще туфли, ну, то есть потихоньку же те, у кого появлялись туфли, конечно, это уже были... Я поясню, для зрителей, да, потому что вот для занятий спортом на скалах нужны специальные скальные туфли, это такие тапочки с хорошей резиновой подошвой, такие типа чешки, но более плотные, но не о таких скальных туфлях скалолазы в 90-е годы могли только мечтать, вот, я почему, да, то есть если ты девушка, которая занимается туризмом, скалолазовым альпинизмом, у тебя туфли не на каблуке, у тебя нет маникюра, потому что ногти ты не можешь отрастить, если ты все время держишься за скалы и так далее, в общем, вы были далеки от гламура весьма, как я понимаю. Да, очень далеки, как раз мы ходили все время, я помню, у нас было там, так получилось, что в какой-то момент девочек было гораздо больше, чем мальчиков, тем более пединститут, я помню, мы такие гордые ходили, все поцарапаны, ноги, жутко поцарапаны, наш тренер еще подшучил над нами, ну, просто там, гламурные девицы, чем больше шрамы украшают женщину, у нас уже немножко была изменена пословица, что шрамы украшают мужчину. Альпинистки-амазонки, но вы, тем не менее, образование получали лингвистическое, изучали иностранные языки, наверное, планировали дальше, ну, не планировали, скорее всего, педагогической деятельностью заниматься. Нет, наверное, не планировала, потому что, ну, вряд ли мне, я с самого начала, наверное, понимала, что вряд ли это мое, каких-то четких, изначальных планов, как бывает у людей, что вот как-то карьера уже как-то просматривается, у меня не было, то есть я старалась делать то, что мне интересно, чем я сейчас увлекаюсь, тем и заниматься, хотя многие не понимали, но, слава богу, что мама относилась с пониманием, а вот близкие друзья, то есть они в какой-то момент ждали, думали, я перерасту, это так, как увлечение, а даже окончив институт, я все равно как-то осталась в этой области, старалась, ну, даже специально в какой-то степени не искать какую-то другую карьеру, я очень не идти куда-то работать, я очень боялась, что это помешает вот занятиям альпинизма, то есть был какой-то такой момент. То есть вся жизнь строилась вокруг любимого хобби. Да, хотя вот, честно говоря, до того, как я встретила своего будущего мужа, я вот действительно как-то сама даже в чем-то себя ругала, думаю, ну да, что-то я задержалась в детстве, действительно, наверное, правы все, те, кто мне говорят, что пора уже с этим непонятным хобби, ну ладно, там в юности там походила и хватит. Ну и так, я уже даже, может быть, где-то теряла надежду, что это возможно как-то продлить в дальнейшей жизни, что да, надо, наверное, уже семью, какую-то карьеру, вот такую, какие-то обычные. Какие горы уже, все не как у людей. И вот, так сказать, встреча с моим будущим мужем просто в чем-то перевернула мои взгляды, или наоборот, показала мне, что да, что все это не, все это возможно, что можно сделать хобби, твое любимое дело, сделать его делом всей жизни, своей работой, даже своей карьерой. Об этом мы подробнее расскажем вам после новостей. Сегодня мы в доле с Людмилой Коробешко, генеральным менеджером компании «Семь вершин», бизнесвумен, альпинисткой, которая водит людей в горы по всему миру, и вот этот удивительный бизнес вырос из детского вовлечения альпинизмом в Пятигорске. 65 10 99 6 наш московский телефон, заходите на сайт финам.фм, на страничку программы «Вдоле». Как вы встретились с вашим мужем? Это вот удивительная история того, как обычно, когда женщина выходит замуж, и у нее появляется семья, она как минимум притормаживает в своей карьере. А в вашем случае муж, наоборот, послужил вам такой, не знаю, подставил спину, что ли, подставил ручки и подбросил вас уже в такое, в настоящее дело. Расскажите, он тоже альпинист? Да, он не просто альпинист, он достаточно известный альпинист, мастер спорта по альпинизму, и к тому моменту, когда мы встретились, он, в принципе, был достаточно известным человеком в альпинистских кругах, хотя я, честно говоря, на момент нашей встречи не слышала о нем, и там достаточно смешная получилась ситуация. Мы познакомились в Москве, приехали с подругами, ну, как многие после институтов, искать работу, хотя, честно говоря, была такая мысль, что все-таки найти такую работу, чтобы, так сказать, заработать денег, и опять вернуться в горы. Вот такая какая-то идея, мы тоже до конца не знали, как ее реализовать, и находясь в Москве, мы тут же стали искать какие-то клубы, куда-то пойти, все-таки как-то в форме себя поддерживать, попасть опять в эту среду, хотя бы там скалолазанием заниматься, потому что, понятно, горы тут далеко. И вот придя на одну из тренировок, клуб «Сокольники», все пришли мы не в тот день, в который надо было, но, наверное, это была судьба, потому что как раз оказался Александр там, и мы познакомились, и, ну, в какой-то степени, мне кажется, это действительно была любовь с первого взгляда, потому что, хотя я до этого вот смеялась над этим выражением, ну, как-то, видимо, такое бывает. И, в принципе, когда мы потом обсуждали, у него такие ощущения остались, что вот с первого взгляда понял, что да, что-то такое. Моя, эту вершину я покорю. Он профессиональный альпинист, но у него, наверное, был какой-то еще бизнес там или какая-то работа, помимо спорта. Ну, на тот момент он работал в Федерации альпинизма, и плюс у них, вот как раз начинались вот эти, он участвовал в организации каких-то коммерческих проектов, ну, на тот момент, наверное, спонсорские были проекты, то есть был в свое время достаточно известный проект, хотя неоднозначно, это ленд-дровер на Альбрус они поднимали, вот, и как раз он уже тогда уже организовал, по-моему, восхождение на, вот именно с Федерации альпинизма на восьмитысячники, на ЧОЮ, была попытка организации, он участвовал в экспедиции на Эверест, участвовал там, по-моему, как высотный видеооператор. вот, то есть были уже проекты, и как раз вот, можно сказать, это не то, что его идея, но он уже занимался в России проектом «Семь вершин», потому что вот, почему название этого клуба «Семь вершин»? На самом деле, это достаточно популярный за рубежом, маршрут, да, становящийся популярным у нас проект «Семь вершин», то есть это на каждом континенте, ну, разные версии, но тем не менее, так глобально, семь континентов, и на каждом континенте есть высочайшая точка. И вот «Семь вершин» это как бы люди, которые участвуют в этом проекте, то есть они совершают восхождение на все эти семь вершин. Ну, это достаточно, с одной стороны, не простой, понятно, это альпинистский проект, он, конечно, может быть не очень сложный, потому что не самые сложные вершины, получается, нужно собрать, но тем не менее, в том числе туда входят и Эверест, который является высочайшей точкой Азии и вообще высочайшей точкой мира. Ничего себе не самый сложный маршрут. Ну, остальные горы полегче, скажем так. А выходили на Эверест? Да, я дважды поднималась на Эверест, то есть получается, мне так получилось, что я дважды сделала, то есть я первая в России женщина, по-моему, которая сделала проект «Семь вершин», именно в России из женщин, и так получилось, что я сейчас уже дважды его сделала. Слушайте, я вот всё, всё, я сейчас почти уже лишилась дары речи, и вы первый в моей жизни человек, который восходил на Эверест, с которым я общаюсь. То есть это для меня просто как будто, ну, я не знаю, если бы я Курта Кобейна может встретила живым по силе впечатлений. Так круто, ничего себе. Послушайте, но ведь это же, любой человек, который нас слушает, скажет, ну, нифига себе, туристическая поездочка. Это вот, если я захочу, как же я попросил на Эверест? У меня там опыта нет, подготовки нет, здоровья может не хватить. Ещё я за это деньги заплачу и упаду оттуда. Ну, да, то есть, поэтому я сразу сказала, что у нас как бы по форме туристическая компания, но очень-очень необычная и специфическая. Ну, кстати, вот то, что вы говорите, вот у нас даже и есть, и были такие обращения, звонки или письма, что вот у меня нет опыта вообще, допустим, альпинистского, но я в хорошей физической форме, вот я бы хотела подняться, чаще это всё-таки мужчины, да, хотела бы подняться на Эверест, там, есть ли у меня шансы, что вы посоветуете? И я хочу сказать, что у нас уже было несколько вот удачных примеров, когда практически с нуля, ну, конечно, при желании и при финансовых возможностях, да, это действительно достаточно дорогое удовольствие, то человек доходил до Эвереста и там делал вот семь вершин или там чуть-чуть как-то видоизменял, но обычно человек увлекается этим проектом, он самологичный, чтобы там начать с простых гор, относительно простых, это там Эльбрус, Келеманжара, это в Африке и дальше там Аконкагуа, допустим, в Южной Америке, Макинли в Северной Америке, вот так постепенно дойти до Эвереста за два, ну, за три года по-хорошему, это вполне реально. То есть человек не просто покупает тур, да, он покупает сразу какой-то, там, я не знаю, систему тренировок, подготовки какой-то. По сути, да. Сколько человека нужно готовить вот с нуля абсолютно до первой вершины, пусть даже это там, как вы говорите, не сложная вершина, но Эльбрус тоже не такой уж легкий маршрут. Ну, скажем так, что находясь в нормальной физической форме и, может быть, посетив несколько тренировок, человек вполне может идти на Эльбрус. Даже, скажу честно, бывали люди, ну, практически с нулевым опытом, которые идут на Эльбрус, потому что там все-таки больше нужна хорошая физическая форма, там техники не так много, и какая-то минимальная техника дается, скажем так, гидам или инструкторам в ДНИП, которые предваряют восхождение, в дни акклиматизации. То есть, так получается, что в самих поездках потихоньку происходит и обучение. конечно, по-хорошему там расписываются тренировки, особенно, если человек живет, например, в Москве, где нет возможности часто выезжать в город, то есть, это как минимум ФП, бег, плавание и посещение, может быть, тренировок по скалолазанию, где какая-то техника ему дается. То есть, у человека должна быть крепкая сердечно-сосудистая система, в порядке давления, и что еще? Какие требования к соискателю, путевочки? Каких-то вот все-таки четких, то есть, мы там с врачами общались, то есть, четких каких-то критериев, определяющих, что может идти в горы или нет, объективных, наверное, не существует. Конечно, это должно быть какое-то общее здоровье, отсутствие хронических болезней, действительно, отсутствие проблем с давлением, по крайней мере, серьезных. Ну вот, я помню, насколько свою альпинистскую юность очень важно на самом деле даже не столько физическое здоровье человека, сколько его душевное равновесие, там, я не знаю, психическое, даже не побоюсь этого слова, здоровье, потому что, если человек гадкий, если у него какой-то дурной характер, то с ним в горы идти нельзя. Или как-то, ну, уже в коммерческих походах с этим можно справляться, на этом можно закрыть глаза, там, полчаса позора, обеспеченная старость. Если вы видите, что человек реально, ну, не совсем адекватный, особенно, если человек с деньгами, да, приходит к вам такой сумасшедший бизнесмен, я хочу покорить весь мир, включая там Эверест, а вы понимаете, что этого человека просто с его амбициями, там, пафосом, какими-то, взглядами на мир специфическими, вам с ним будет сложно в горах, в горах все равны. Таких ситуаций, такие бывают, но не часто. Ну, вы правы, действительно, и даже говорят о том, что, как бы в альпинизме, так сказать, плохих людей нет. То есть я тоже считаю, что сам этот вид спорта и вид жизни, образ, может быть, даже мышления, он отсеивает вот таких людей, фильтрует. Ну, честно говоря, вот бывали какие-то подобные случаи, действительно тяжеловато, и, ну, стараемся для человека, чтобы он сам понял, что, наверное, не надо. Вот были даже, ну, я бы сказала, какие-то положительные, интересные случаи, когда, ну, вот мне лично было тяжело, бывали такие, скажем так, клиенты действительно с деньгами, и, ну, и даже гидам было тяжело, но тем не менее, вот были случаи, когда сам человек потихоньку менялся. Когда с него слетала вся эта шелуха. особенно, вот я просто помню, особенно после Эвереста, то есть другой человек звонил и уже там благодарил и рассказывал, думаю, она даже все-таки, как, оказывается, люди меняются, и не только в детстве, в юности, но вот что-то, люди меняют. То есть все-таки педагогическая деятельность в вашей жизни присутствует в той или иной степени? Когда вот я сама думаю, да, я даже не ожидала, что оказывается, да, присутствует, в лучшую сторону человек меняется. А вы говорите, что большая часть все-таки желающих — это мужчины, да, и это мужчины, которые, наверное, вот действительно уже все в этой жизни попробовали, уже все сильные впечатления получили, заработали себе денег, славы, дом, машину, да, им хочется мир повидать. Да, совершенно верно. То есть для кого-то это действительно способ, может быть, еще чего-то достичь, потому что он уже достиг всего. Действительно, это обычно обеспеченные люди, это обычно руководители предприятий. И мы вот с мужем как бы обсуждали вот эту тему, действительно, но он говорит, что с какой-то стороны даже, может быть, легче такими людьми управлять. Почему? Потому что они сами руководители, и они понимают, как важно умение подчиняться, особенно в той сфере, где ты не являешься профессионалом. И тут важно подчиняться и слушаться того, кто имеет больше опыт. В этом плане бывает, наоборот, даже легче. С такового уровня людьми, да? Ну, а как же вот отсутствие комфорта, как ни крути, все равно там, ну, даже если ты прилетел в Африку бизнес-классом, то потом ты в Африке, и там у тебя нету сигары, там, пороси. Совершенно верно. Ну, это достаточно. и мягкой кроватки. Ну, это быстро выясняется. Если человек не привык вот переносить какой-то дискомфорт, то он все как бы он сам, ну, скажем так, или теряет интерес, или сам потом отказывается, потому что, да, это, конечно, отсутствие комфорта достаточно на длительный срок. Особенно такие экспедиции, действительно, как Эверест, или Аляска, или Антарктида, может быть, в меньшей степени. Ну, Эверест — это два месяца. Это два месяца надо, ну, полтора из них где-то надо жить в палатках, в холоде, действительно. Ничего себе. Ну, питание тоже, насколько мы можем, мы, конечно, организуем, максимально хорошее. Ну, понятно. Там душ пытаемся организовать, но это все, конечно, другие условия. Два месяца — вот это вызов. А вам приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда приходил клиент и говорил, я вам не доверяю, потому что вы женщина. Какой вы гид? Вы женщина. Не часто, но бывает. И даже были, когда, ну, в принципе, и правильно говорили. Давайте об этом. Давайте нам гида, но не женщину. Вот. Об этом после новостей у нас в доле Людмила Коробешко. Сегодня с нами в доле человек, который в буквальном смысле слова покорил все значимые вершины мира. Людмила Коробешко, генеральный менеджер компании «Семь вершин», бизнес-вумен, альпинистка, безумно интересный человек. 65 10 99 6 наш московский телефон, сайт «Финам.ФМ». Заходите на страничку программы в доле. Может быть, у вас тоже есть опыт восхождения на Эверест дважды, как у нашей героини. Если нет, то наверняка вам будет интересно услышать, как это, как вообще, как это случилось, как красивая женщина оказалась на Эвересте. Вот это мужское, такой мужской страх перед тем, что женщина, она дороги не знает, вообще у нее не то полушарий мозга работает, она его на Эвересте не доведет. Вы с этим частенько сталкиваетесь? Знаете, не часто, но иногда сталкиваюсь, и я отношусь к этому с пониманием, потому что в чем-то я разделяю даже мнение мужчин. Я считаю, что да, может быть, с мужчинами, это все-таки мужской вид спорта, альпинизм, и с мужчинами действительно, наверное, комфортней. Даже физически, да, если что, то вытащить тебя. Конечно, и физически, и в плане каких-то знаний, навыков, хотя опыт, да, это все-таки мужчин и женщин может быть более-менее как-то сравним, одинаков, по физической силе, может быть, по моральной устойчивости, хотя это все очень индивидуально. Да, то есть были случаи, когда говорили прям, ну, и в принципе, я рада, что как бы люди вот открыто говорят, вот у нас, ну, особенно если своя группа, там, нам гида, только не женщина. Это, ну, четко я помню только один случай, ну, и как бы и нормально, то есть если сразу все обозначено, и так будет комфортнее людям, то почему бы и нет. Но это не обидно? Нет, знаете, я как-то с юмором к этому отношусь, скорее смешно, не то, что смешно, нет. Почему? Если человеку так комфортнее, то и хорошо. Расскажите все-таки о том, как, собственно, начинался бизнес, поскольку спорт это прекрасно, и у вас лингвистическое образование, языки, это тоже прекрасно, но бизнес есть бизнес. Это совершенно другой какой-то образ мышления, образ жизни, и чтобы поставить компанию с таким специфическим продуктом, как ваш, на ноги, наверное, надо было как-то, ну, тем более, это было в 90-е годы, правильно? Нет, это тоже были 2000-е, 2000-е, да. Ну, в любом случае, это наверняка сильно сказалось на вашем образе жизни, пришлось, может быть, менять что-то в себе, в сознании, в характере, развивать новые качества, нет? Наверное, да, потому что я, в принципе, никогда себя не воспринимала как бизнес-вумен или что-то, вообще не думала о собственном бизнесе, мне всегда казалось это чем-то сложным, непонятным, страшным, рискованным, то есть я, в принципе, об этом никогда не думала. и, ну, жизнь так повернулась, и, конечно, во много меня к этому сподвиг муж, то есть какое-то время мы, понятно, что мы все равно так или иначе все время вокруг альпинизма там крутились какие-то, пытались и клубы какие-то организовать, несколько лет, проработали вот в фирме, которая занималась альпинизмом, ну, организовывала туры, но это не была именно альпинистская направленность, и придя туда, Саша постарался именно вот весь свой опыт привнести и сделать ее чисто вот альпинистской направленности, и я потом там работала какое-то время, ну, и вот как я говорила, что в какой-то момент Саша понял, что он может больше, если будет работать, как ему казалось, сам, именно как он считает, потому что понятно, что не будучи владельцем бизнеса, тебе навязывают какие-то решения, где-то ты не согласен, но не можешь как бы иначе поступать, и он долго, он меня уговаривал, наверное, два или три года, мне казалось, так страшно, так боялась, ну, как, ну, тут как-то зарплата, стабильность, а вот самим пойти, это ж столько всего надо начать. А вот по что пошли, ну, понятно, зарегистрировали ИП, а потом что? В принципе, оказалось, наверное, не так сложно. Как первые клиенты появились в вашей компании? Ну, первые клиенты, наверное, все-таки, главное, был сайт, который сейчас хорошо работает, и Саша его создал достаточно давно, то есть он потихоньку работал какое-то время, даже когда еще не было своей компании. Дальше оказалось не все так сложно, потому что были какие-то связи, знакомые, которые поддержали, то есть на достаточно неплохих условиях договорились насчет аренды помещения, причем в спортивном магазине, что очень логично, потому что снаряжение рядом, весь этот антураж. Вот, нашлись люди, которые, то есть мы не просто вдвоем ушли, все-таки еще несколько сотрудников, как бы, команда была уже, да, то есть кто-то наоборот, вроде на кого-то рассчитывали, кто-то отказался, а кто-то наоборот, даже может быть неожиданно пришел. То есть мы начинали, у нас было человека 4 или 5 всего, клиенты, ну вот я говорю, это сайт, это люди, которые нас знали, ну и как-то потихоньку, Сарафанное радио, да, вот действительно, Сарафанное радио в большей степени работает до сих пор. А как вам удается, вот, ну, это, как вы это вывели на такой высокий международный уровень, то есть для того, чтобы ходить на те или иные вершины, на той же Аляске или в Африке, нужно же как-то общаться с местным, каким-то, с какими-то местными, я не знаю, там, чиновниками или местными туроператорами, или что это? Ну да, это местные туроператоры, опять же, благодаря интернету все это не так сложно, но, конечно, мы стараемся всегда в первую очередь даже, может быть, где-то вложиться, самим поехать, все-таки лично все это проконтролировать, посмотреть, а то, что вышли на такой уровень, ну, я думаю, в большей степени, опять же, это благодаря Александру, то есть он делал ставку на вот такие серьезные расхождения на Эверест, и как бы вот фишка главная, это экспедиция на Эверест, а у него опыт большой, он, как я говорила, и до того, как мы вот начали работать в коммерческой сфере, у него было несколько экспедиций на Эверест на восьмитычнике, и он каждый год продолжал и продолжает их делать, и, ну, первые годы достаточно была конкурентная цена, то есть очень, как бы, небольшая была прибыль, но при этом удавалось делать хорошие экспедиции, и цена была там в разы меньше, чем у иностранцев, ну, других иностранных фирм, что привлекало, как наших спортсменов, все-таки первые годы именно спортсмены шли с нами на Эверест, так и иностранных альпинистов, которые видели, что, да, вроде цена гораздо ниже, а сервис ничем не хуже, в чем-то даже лучше. Но сейчас вы говорите, что вы водите в горы до тысячи человек в год, это очень много, мне кажется. это групповые поездки все-таки, да? Да, это групповые, потом у нас, вплоть до того, что бывают, скажем так, корпоративные выезды, там по 50 человек выезжает, но, конечно, это в основном какие-то несложные, это типа там трекинги какие-то, или Арарат, вот такая вершина, она вроде как и интересная, такая легендарная, и, в принципе, действительно несложная, или там Килиманджаро, которая действительно сейчас очень популярна вообще во всем мире, или какие-то трекинги в Непале, то есть у нас сейчас и офис есть в Непале, офис при Эльбрусе, офис в Санкт-Петербурге, и, в принципе, есть, можно так сказать, представительство в Крыму, то есть потихоньку мы как бы обрастаем там связями, открываем где-то офисы, иногда отправляем группы, ну, то есть есть такие варианты, даже эконом-варианты, это если человек как бы более-менее опытный, привык путешествовать, нет проблем с языком, то мы можем отправить к проверенным местным операторам с местными гидами. Для кого-то приемлемый вариант, потому что все равно человек через интернет, те, кто привыкли путешествовать, они все равно едут, им как бы не нужна дорогая цена за счет там какого-то лучшего сервиса или поездки гида из Москвы, что действительно удорожает. А сколько в среднем может стоить такое восхождение на какой-нибудь, ну, на тот же, на Килиманджаро, например? Ну, скажем так, вот если по минимуму, так сказать, без нашего гида отправлять к партнерам, это порядка плюс-минус 50 тысяч рублей, ну, это совсем недорого. Да, плюс перелет. Перелет тоже можно найти там за 20 с чем-то, за 30 с чем-то тысяч. А сколько времени нужно человеку на подготовку вот такой, ну, к средней вершине? И вообще, сколько времени занимает, собственно, восхождение? Ну, подготовка... Зависит от вершины, я понимаю. Конечно, да, очень зависит от вершины. Если мы говорим о каком-то относительно несложном пятитысячнике, типа Эльбрус или Килиманджаро, предварительная подготовка какая? Это всё равно какое-то ОФП, это человек должен быть, ну, более-менее в нормальной форме всё время, то есть какая-то зарядка, это может быть посещение фитнеса, бег. А сама такая программа, это обычно от, ну, минимум от 7 до 10 дней, это, наверное, самый нормальный срок, чтобы человек успел нормально акклиматизироваться, и вот если это перелёт, адаптироваться к изменению, там, часового пояса или климата, 10 дней для пятитысячника. И потом ещё, спустившись, мог бы там и венца попить, и рыбку половить. Ну, это обязательно, это обязательно. Как-нибудь расслабиться. То есть после Килиманджаро практически всегда мы предлагаем сафари, потому что это очень здорово, это такое абсолютно новое впечатление, действительно, животных там вокруг полно. А экип весь на месте даётся, да? То есть с собой не надо ничего переть? Нет, экипировка, это как бы дополнительно, этот человек обычно везёт свою. Ну, единственное, что если там у него нет чего-то, то всегда можно в прокат взять. Но прокат, честно говоря, всегда хуже, чем своё личное. Особенно обувь там, понятно, должна быть своя. А вы сейчас, когда это для вас уже стало бизнесом, охота самой ходить в горы не пропадает? Уже когда это приходится делать не в удовольствии, а по делу? Знаете, по-разному бывают. Конечно, есть горы, на которые там с удовольствием и там по много раз ходишь. Для меня это и Эльбрус, может, потому что, так сказать, родная гора, и Килиманджаро, потому что она просто классная, такая весёлая, не очень сложная, но при этом очень такая яркая по впечатлениям. Но, честно говоря, иногда бывает. Дело в том, что прошлый год я много ездила, потому что у нас был такой проект Альпари на вершинах мира. То есть я плюс ещё два спортсмена. Мы ездили как раз по семи вершинам, поднимая флаг. Ну, у нас как бы заказ был от фирмы, от Альпари, это форекс-брокеры. И они, такой был заказ, что мы должны как бы снимать фильмы с их логотипами, их флаги поднимать на вершинах. То есть команда Альпари поднимается на семь вершин. Причём мы устанавливали рекорд по времени меньше, чем за год, за 300 дней. И нам это удалось. Семь вершин за 300 дней. Да, нам пришлось распланировать, потому что у каждой горы есть ещё своё время. Допустим, на Эверест можно ходить только там весной, на Макинли только в мае, в июне. То есть надо было все эти горы ещё так разложить, чтобы с одной горы успевать перескакивать на другую, чтобы там был сезон. Ну, такой был год, конечно, очень суматошный, но очень интересный. Действительно, это немножко другое. Ездить, скажем так, с клиентами, с руководителем группы и ездить в компании, скажем так, спортсменов, конечно, немножко разные вещи. Иногда так, когда уже расслабишься, чуть-чуть тяжеловато. Хотя вот сейчас я опять только что вернулась с уже поездки с нашей группой, с вершины Казбек. Тоже раз на раз не приходится. Очень, когда классная группа попадается, просто здорово, очень приятно работать. А осталось сейчас в альпинизме и особенно при условии того, что ты туда приводишь совершенно людей со стороны, каких-то не по зову сердца, а просто по путёвке пришедших туда на гору. Остался ли вот этот удивительный дух, когда и хлебокраюшку, и то пополам? Когда, ну, понятно, опять же, в горах люди просто становятся равны. Очень хорошо сразу видно, кто на что способен. Песню у костра поют, чай из одной кружки пьют. Конечно, очень часто всё это по-разному бывает, но в большинстве случаев всё это, конечно, есть. Почему? Потому что... Вы это у своих клиентов как-то вот стимулируете? Такие отношения между собой? Ну, конечно. Во-первых, мы стараемся, чтобы наши гиды умели играть на гитаре. Мы там шутим, не шутим, но это очень поощряется, когда гид берёт гитару, умеет играть на гитаре. Мы стараемся в каждом регионе, где мы работаем, оставлять даже. У нас там каждый в Аргентине, в Африке живёт гитара у местного офиса. Конечно, это всё объединяет. Стараемся действительно как-то досуг организовать, какие-то игры играть, потому что, ну, это игры, но это идёт общение, это идёт раскрытие, то есть люди друг друга лучше узнают. Я что хочу сказать, что всё-таки это не совсем какие-то люди попадают не по зову сердца, это тоже по зову сердца. То есть человек, да, он не смог, может быть, попасть в секцию или не смог в своё время какие-то свои желания, вот, горовосхождение реализовать. И когда у него появилась эта возможность, он, ну, теперь уже не в клубы идёт, а вот какие-то такие обращаются, может быть, в коммерческие фирмы. Но у него есть этот зов, у него есть этот дух. На самом деле, поэтому в большей степени как раз это как раз те люди, которые... Кстати, очень многие это те, которые ходили в студенчестве, потом ушли там в бизнес, семья, а сейчас всё это нормализовалось, им хочется вот опять всё это вспомнить или продлить, или сделать то, что не сделали в юности. То есть по большей степени это как раз те люди, которые приходят всё-таки по зову сердца. Всё равно не случайные люди. Да, не случайные. У нас в гостях Людмила Коробешко, компания «Семь вершин». Ещё немного новостей на финаме, и мы расскажем вам на истории. Сегодня в доле Людмила Коробешко, генеральный менеджер компании «Семь вершин», бизнес-вумен, альпинистка, которая покорила семь высочайших вершин мира и дважды восходила на Эверест. И сумела сделать эту удивительную любовь к горам своим бизнесом. Я представляю себе, что, конечно, повозить людей в горы это уже у вас такая достаточно отлаженная история, и всё везде приблизительно понятно, как будет происходить, но ведь горы это же всегда непредсказуемо. это место скопления разных сил и энергий, это всегда живое. Я не знаю, у меня, когда я была в Прельбрусе, ты выходишь туда, и ты понимаешь, что ты песчинка, вокруг тебя живое всё, камни живые, речки живые, деревья живые, ты понимаешь, почему люди, которые живут в горах, видят там, не знаю, за каждым абсолютно, за каждой блиночкой видят какой-то там, не знаю, если не духа, то какой-то смысл, как минимум, да? Вам наверняка ведь приходилось встречаться с такими непредсказуемыми ситуациями в горах, из которых надо было как-то выбираться? Да, ситуации всякие бывали. Мистические какие-нибудь случаи? Прям мистических, ну, честно говоря, вот специально что-то тяжело вспомнить, но какие-то, наверное, самые яркие, они там, может, действительно, на всю жизнь запоминаются, и в том числе связанные с Макинли, да. С Австралией, с Аляской. Да, это на Аляске. Дело в том, что да, может, еще почему мне гора и запомнилась, потому что не с первого раза меня она пустила. Ну, то есть действительно, так часто говорят, там гора пускает или не пускает, и вот у нас, для меня это была первая экспедиция, действительно, она получилась тяжелой, и вот я много размышляла, почему вот то, что случилось, так случилось, трудно дать какой-то однозначный ответ. Она была тяжелой физически или морально, или как это? Она, вот, наверное, во всех аспектах. Физически, да, она тяжелая физически. Во-первых, она находится очень далеко на севере, это самый северный шеститысячник, это 62, ну, то есть на 62 широте к северной находится, на 62 градусе. То есть это практически полярный круг. И там прилетаешь сразу, на самолетке тебя забрасывают на ледник, и все, ты вне цивилизации, там ни связи, ничего нет, там нет возможности ни нанять, ни взять, ни портеров, ни гидов, ты уже идешь сам. Вот. И вот весь груз, обычно все-таки это рассчитывается на три недели, ну, если удачно все складывается, можно и там за две сходить, бывают случаи, что и за 10 дней бегают, но это крайне редко. Вот груз на три недели, палатки, топливо, еды, все прешь на себе. Это все прешь на себе, соответственно, у тебя получается сани килограмм 50 и еще там что-то в рюкзаке. Вот. И ты идешь там не быстро, там достаточно длинный получается путь, такой все время по снегу, сначала в снегоступах, потом уже на кошках, и там уже потом по веревкам ближе к вершине надо идти. Достаточно тяжело, да, и может быть и морально было тяжело, почему? Я была руководителем, плюс гора достаточно сложная, вот я все, наверное, очень переживала. В общем, все сначала было как бы неплохо, но уже когда пошли на непосредственно на восхождение, это было, наверное, уже где-то две недели мы находились вот в этих условиях, достаточно суровых, потому что там погода резко может измениться, и это может быть даже основное, что там может быть не погода, пурга там на неделю, а то и больше. Бывало и по 10 дней, а то и больше. Люди сидели, особенно в верхних лагерях, не могли ни вверх, ни вниз. И, ну, у нас тогда с погодой более-менее нормально было, единственное, мы шли немножко в ускоренном темпе, потому что по прогнозам было известно, что погода скоро начнет ухудшаться, и мы хотели как бы опередить вот эту непогоду, поэтому где-то там сократили, пошли быстрее. И, в общем, вновь перед восхождением я поняла, что что-то, по крайней мере, со мной лично произошло. То есть я еще не поняла, что именно, но поняла, что что-то в организме. В общем, когда мы с утра встали, там кое-как оделось, там уже все вышли, пошли на восхождение, пройдя там какое-то время, может, минут 20, я поняла, что я просто не могу идти. Ну, это была горная болезнь, да. Причем она немножко необычно проявлялась, то есть, ну, первые симптомы – это головная боль, рвота, у меня вроде всего этого не было, но... У вас с вашим опытом восхождения и прочим-прочим случилось... А как это? Ну, она может случиться, да, конечно, она может случиться с любым человеком и, в общем-то, даже, казалось бы, при неплохой акклиматизации, может быть, где-то какой-то сбой в организме, что-то ослабло даже вот из-за того, что переживаешь очень сильно, даже это может повлиять. А что такое горная болезнь? Горная болезнь – это, по сути, это отек мозга, либо отек мозга, либо отек легких. Вот у меня, наверное, был отек мозга, я так думаю, потому что, как бы я уже перестала воспринимать, ну, адекватно реальность, я пока это чувствовала, я сказала, ребят, я возвращаюсь, тогда еще могла сама вернуться, а вы тогда идите наверх. И ребята сходили, вернулись, в общем, меня уже потом нашли в бессознательном состоянии, то есть оказалось, что я уже к тому времени, прошло достаточно много времени, больше 10 часов, пока они сходили. Ну, слава богу, что как бы ребята не растерялись, и хорошо там где-то в том же лагере были рейнджеры, то есть еще мне повезло, что у них оказался кислород, что достаточно редко. То есть это из-за нехватки кислорода возникает? Ну да, да, горная болезнь возникает именно из-за нехватки кислорода. Но если, именно поэтому нужна постепенно очень акклиматизация, потому что пререзкая акклиматизация, это однозначно наступит горная болезнь, и... И вас просто вот дышали этим баллоном кислорода? Да, я подышала, и, конечно, тут единственное, самый главный способ, как с этим бороться, это надо спускаться вниз. Но там рельеф был непростой, поэтому спуск тоже представлял собой определенные сложности, но удалось, в общем, спуститься, где-то я уже сама под конец смогла идти. Ну, я еще несколько дней там пролежала, скажем так, в больнице там под кислородом. Но в итоге все кончилось хорошо, хотя вот такой был случай, что и ребята мне потом говорили, что если бы до утра вот так как бы сразу не поняли, что я там без сознания, то уже утром бы неизвестно, что там, в каком у меня состоянии вообще бы нашли. Ну, а вы страхуете себя там и своих туристов, прежде чем куда-то... Нет, страховка обязательно, но страховка это что? Это транспортировка, это медицинское обслуживание, но бывает просто вот... Ну да, когда ты вообще... Допустим, непогода, да, вертолет, он даже готов прилететь, стоит, он просто не может. То есть надо понимать, что да, особенно чем сложнее гора, там страховки, гиды, это все как бы повышает твой безопасность, но не гарантирует, потому что все-таки это стихия, да. но мне рассказывала одна моя подруга, которая занималась трекингом в Непале, что тоже, я не знаю, это было следствие горной болезни или чего, что она пошла на какую-то сложную гору и в какой-то момент она оказалась в хвосте группы и тоже, я понимаю, что я не могу идти, я поднимаю голову, я вижу синего, шестирукого, большого, кого-то, у которого полная охапка звезд под мышкой, он меня швыряет этими колючими, яркими звездами и говорит, уходи, тебе сюда ходу нет. Вот такие вот с людьми случаются, можно сказать, глюки, а можно сказать, тоже гора не пускает, да, какие-то мистические истории, ведь горы, они же всегда были объектом такого ритуального поклонения живущих там народов, племен, не знаю, если это на Аляске, там какие-нибудь места индейцев, в Африке, это тоже какие-то шаманские штучки, племена, в Латинской Америке, тем более, приходилось вам сталкиваться с какими-нибудь интересными ритуалами, связанными с этими горами, участвовать, может быть, в них? Вот с такими яркими ритуалами может быть и нет, вот что, ну, когда вы говорите, обо всем этом всплывает, конечно, есть такая известная гора, и там считается для кого-то, для буддистов, там, центром мира, это Кайлаш, да, и ходят действительно кору вокруг Кайлаша, и мы тоже организуем, и нельзя совершать восхождение на эту гору, но были, в прессе, нельзя, потому что, да, это священная гора, то есть просто оскверняешь, как я понимаю, там, духов, были попытки, но все они были неудачные, вот, подняться на эту гору, да, потом, что еще вспоминаю, когда я первый раз восходила на Эверест, так получилось, что, вот, в какой-то момент, группа, ну, не то, что разорвалась, но кто-то чуть пораньше зашел, кто-то чуть попозже, я оказалась в какой-то момент на вершине с шерпой, и я так, ну, все, вроде вершина, пофотографировались, там, пять минут прошло, надо срочно вниз, и там, кислород, я знаю, что действительно, по статистике, большая часть несчастных случаев на спуске происходит, я понимаю, что надо, раз уже вершина достигнута, срочно вниз, и говорю, ну, все, пошли. На спуске, потому что расслабляешься. Да, да, и уже вся эта усталость, ты сначала сосредоточена, а на спуске, конечно, уже все это немножко, ты уже понимаешь, что цель достигнута, и можешь расслабиться. И шерпа говорит, как, мы пришли на такую гору, надо поклониться богам, подожди. А он уже где-то восьмой раз на тот момент был, и он достал там фотографии своих родных, потом вот эти ленточки, молельные флажки, все это разложил, там, помолился, я думаю, да, человек подготовился уже не первый раз, и тем не менее, каждый раз вот с таким каким-то пиететом все равно относится к своим богам, да, к стрепетам, к данной вершине. Я тогда подумала, наверное, я должна была серьезнее как-то подойти. Есть что-то, есть ли какие-то вершины в мире, которые вам еще не дались, или на которые просто хочется сходить, пока не успела? Да, вот есть в Непале такая гора, она считается, может быть, одной из самых красивых гор мира, это Амадаблам, и вот хотелось бы там побывать, в принципе, есть такие планы, может быть, этой осенью удастся, посмотрим. Побывать с группой, как руководителя, и как менеджер компании, или тоже такой личный зачет? Ну, наверное, все-таки с группой, потому что я все-таки сейчас стараюсь обратно вернуться в эту колею, после того, как я год, так сказать, поездила в спортивную группу, конечно, это все приятно, но есть еще работа, есть какие-то дела все-таки связанные действительно с работой, наверное, с группой. Я еще хотела спросить, вот буквально на днях я разговаривала с одним человеком, у которого туристическая компания, и он говорил о том, как все плохо сейчас, туриндустрии, компании банкротятся, кредиты-перекредиты, ужас-ужас, в общем, что-то как-то все совсем печально. А у вас такой специфический бизнес, такая специфическая область туризма, и тем не менее, есть ощущение, что, в общем, достаточно широкие перспективы. Да, надо сказать, что мы начинали практически, так получилось, что начало совпало с кризисом 2008 года, ну и тем не менее, каких-то серьезных, так сказать, убытков или чего-то мы не понесли, может быть, потому что действительно мы стараемся как бы без кредитов практически работать. Вот, и, ну, наверное, правильная ниша. Смотрим, да, за рынком, да, дело в том, что и вот Саша на это все время упирает, мы уникальны, то есть, и надо именно эту уникальность как бы и продолжать, то есть делать то, что никто не делает, и быть всегда впереди всех. И вам это удается. Людмила Коробешко, «Семь вершин», фантастическая, прекрасная бизнес-вумена, альпинистка была сегодня в доле. Всем хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!